Девушки отдыхают 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 И что это такое? С пчелами драться, что ли? Хм, прикольно. Что это? Тоже воспоминание? Это голум. Нет, кошмар. Воплощенный страх, с которым тебе однажды придется сразиться. Я уже тут, сука, делал, сражался. В этом DLC уже было два босса. Третий, что ли? Сука, не дамажит, а нихерово дамажит. Призрак. Еще и кого? Призрак-то, пауков, что ли? Нихреново. У меня есть план. Кодила крутится. Сука, демоны падают. Кодила крутится, боевка мутится. Еще одно воспоминание. А тут-то че? Она ему что-то наливает, я так и подумал. Ну, наверное, ей на башку надо надеть. Будто здесь и было. Твоё здоровье, жена. И твоё муж. В моих краях новобрачных принято встречать хлебом с солью. Но пока что мы одни. Кроме тебя, мне никто не нужен. Я бы хотела, чтобы эта минута длилась вечно. Я подумаю, как это устроить. Пойдем, я покажу тебе дом. Хорошо, только... Я знаю, что это глупо, но... Он так долго стоял пустым, а я... А ты боишься пауков, я же знаю. Я собрал их всех и выбросил в сад. И теперь они бегают тут. Ты позаботился обо всем. Я представляю, как он таких пауков размером, сука, с собаку выбрасывал. Размером со что я сказал? С собаку? Блять. Это было опрометчиво. Нихуя он дамажит. Назад, твари, отошли от меня нахуй. Геральт долго, наверное, думал, в какую сторону слепоту все бросать. Ну. Сука, я их покосал. Знаете, суки, кто главный в этом огороде. Блять, но в следующий раз я, походу, не переживу уже такого боя. У меня аптечки кончаются, а медитировать, я так понимаю, что здесь, скорее всего, нельзя. На, заебись. Снова этот образ. Все лучше и лучше. Какой образ. Снова сон о прошлом. Наверное, тоже неполный. Орожаственный обед. Они хотели угодить гостям. Серебряная нить, жемчуг. Эта кукла должна была стоить целое состояние. И почти такой же, как сцена на картине. Использовать маччитье, найти способ, восстановить... Каста Дровелла. Вино из Тусента. Дорогое. Как на картине. Ну и че? А, крайние свечи не горят. Горят только вот те две. И? Жена Ольгерда любила цветы. Судя по орнаменту, это могла быть и ее расческа. Не врубаюсь. Ну и что? А, камин надо было зажечь. Я просто хотел, чтобы посветлее стало. Доченька, все хорошо? Бледная ты какая-то. Рассеянная. Да нет, все в порядке. Ширяешься, нибудь. Расскажи лучше, как вы. Я так рада вас всех снова видеть. Только что же бабушка с дедушкой не приехали. Дорога дальняя, ухабистая. Должно быть, они все еще не хотят меня знать, да? Не, ехали да ухабнулись на ухабистой дороге. А это что? Мы привезли вещи Ирис, любимую расческу, детскую куклу. А это, это тебе. Тебе? Пикселя? Мы выплатили все твои долги, чтобы на семье позора не было. Как мило, что мама и папа обо мне помнят. Ольгерт? Ну вот, видишь, какой он? А ведь мы отговаривали тебя от свадьбы. Мужелан и голодранец, который якшается с головорезами. Ты не боишься жить под одной крышей с этим отребьем? Ой, понеслось. Свадьба, свадьба, свадьба пела. Сука. О, а это что за хрен? Ага, вот ты. Призрак. Призрак дома на холме. Значит, пойдем дальше. Наверх. Не нравится мне это место. А до этого оно тебе нравилось, что ли? О, может мы сейчас брачную ночь их посмотрим. Шпили вели. Вружеская спальня. О. О, е. О, да. Ну что, где процесс-то? Свеча почти догорела. Покрывавленное полотенце. Испачканы кровью. О, вдув состоялся, значит. Ах, хера узнает. Который... Который час? Поздно. Спи. Ты опять сидел всю ночь в кабинете. Что у тебя с руками? Ничего. Немного испачкался. Это кровь? Ты порезался? Да не, ничего такая, кстати. Это чернила. Я писал письма. Знаешь, я скоро собираюсь в Аксимфурт. Может, поедем вместе? Ой, замечательная мысль. Поездка пойдет нам на пользу обоим. Значит, решено. Давай ляжем спать. Я устал. Теперь я уже точно не усну. Это исключено. Пойдем я закончу твой портрет. Блять. Я устал. Давай спать. Не, нахуй. Пойдем рисовать. В два часа ночи. Самое время нарисовать твой портрет. О, 36-й левол. Еее. Снова стерты воспоминания. Нихуя не вижу. Но это Ольгерд. С челкой, как у Гитлера. Портрет Ольгерда. Но рисунок отличается деталями. В натюрморте чего-то не хватает. Свежие. Будто кто-то только что обрызгал их водой. Я бы быстрее понял, что там не хватает, если бы сука хоть что-то видел. Пипец. Ёб твою мать. Ну и задание. По-моему, что-то не так. Можно что-нибудь еще свет включить? Так. Виноград слева, яблоко справа, сзади, блять, чашка. Виноград слева, яблоко справа, сзади чашка. Виноград. Слева. А, так и есть. Слева, справа. Прикольно. В центре. Может, с этой стороны? Это сюда. Ну, посмотрим. Наконец-то. Все как на картине. Хули. Во мне помер художник. Как Шварценеггер в Терминаторе. Я прошу улыбку, а не Аскал. Нет, не то. Улыбнись так, как тогда, когда отец согласился на нашу свадьбу. Пожалуйста. Ой, блять. Ничего не выйдет. Я же вижу, что тебя что-то гложет. Ой, блять. Да, меня гложет рисование. Работать. Снова? Ольгерт. Мы же обещали не держать никаких секретов друг от друга. Ты помнишь? Прости. Я не хочу об этом говорить. Ну, Ольгерт. Ольгерт! Не любишь серебро, да? Блять, как классно в темноте драться вообще. А, они мне восстановили аптечки-то, кстати. Очень мило с их стороны. Это лаборатория мастера фон Эверика. Здесь он изучал магическое искусство. Какого мастера? Ёпт. А, он кровью своей призвал. А, он кровью своей призвал. А, он кровью своей призвал. Договор на крови? А, о чуждых сущностях. Книга о договоре с демоком. Кровь должна быть для магических практик. Мел. Так. Ага. Черная магия. Это... Этого должно хватить. Теперь свечи. Ну, я же сказал, что этот чел, который в зеркале, он... Как бы, ну, дьявол. В углах. На кругу. На углы и на круг, наверное. А может так? Что-то я, видно, перепу... А если вот так? Откуда я, блядь... Откуда я, ёптую мать, знаю? Как, блядь, надо? Тогда, может, так? Вернись. Мы должны поговорить. Оставь меня. Я хочу побыть один. Не в этот раз. Вернись сейчас же. Оставь меня в покое. Я просто хочу поработать спокойно. Ножки. Портрет Ивана Грозного там слева, смотрите. Вот у чувака кризис финансовый. Я же, блядь, черную магию пошел. Пошел демона призывать, ёптый, чтобы денег дал. Отлично, он бессмертный, еще и чернокнижник. Разорвать. А-а-а. Ах, вот оно что. Чёрт. Тебя за попытку разрыва договора, значит? Огонь! Си сюда! Тушите пожар! Сдрючили. Этого я не ожидала. Закрыто. Ты должен найти другой быт. Врат оттайна между мирами. Библиотека культиста. Выход через картину. Немножко заебучий какой-то квест. Как-то, вам не кажется, слишком долго и не очень-то интересно, по большому счету, восстанавливать ее четверные воспоминания. Что-то вставлять им в руки, раскладывать, что-то натюрморты какие-то, факелы поджигать. Что-то как-то слабенько все это. Еще и растянуто. Что за... Кто, что он сказал? Кто замерз? Кого не пустили? А-а-а. Понятно, крестьяне. Ольгерт не пустил зимой крестьян, что ли, или что? Здесь, наверное, эти ледяные всадники, нет? Они же зиму любят. Ольга, Ирис и ее отец. Наверное, тогда он начал курить. Дневная кружка. Напилизну шелку до последней капли. Это, наверное, не то. Брачный контракт между Ирис и Ольгердом. А, они еще и с брачным контрактом. Вот, значит, как он коротал долгие зимние вечера. Это, наверное, не то. Контракт должен был держать отец. Помимо этого сказано, что ты будешь уважать Ирис, считаться с ее мнением и желаниями. А к делу, папа. А то я теряю терпение. Этот папа так на Геральта похож. Изволь. На старого. По просьбе Ирис, я расторгаю этот брак. Ты говорила, что будешь со мной до самой смерти. И я сдержала слово. Потому что Ольгерда, которого я знала, больше нет. Не так просто отказаться от данного однажды слова. Поверь мне. Ты останешься здесь навсегда. Довольно. Ты не будешь нам приказывать. Ты... Субтитры как-то опередили немного. Отец! Отец! Нет! Звук, вернее. Эй, слуги! Забрать эту падаль. И бросить трупоедам. Да. Счастливый брак. Сколько они вместе прожили? По разговорам, так лет 15, наверное. А на деле, наверное, дня три. Так бывает, когда замуж уходит лет 15-17. Тогда фон Эверик перестал быть человеком. Он все еще любил жену. Нет. Он только помнил, что должен ее любить. Пойдем наверх. О, ключник. Помню. Здесь мы втроем проводили много времени. В умолчании. Займем свои места. Следы шахты. Так, как тогда. А ты сделаешь, да? Был накрыл только на одного человека. Что-то я перепутал. Царапины от кошачьих коктей. Маленькая миска. Похоже для супа. Большая глиняная миска. Ну, большую ты, наверное, кошку кормил из маленькой. В самый раз. А собаку из большой. Это, кажется, твоя миска. А это ключник. Мертвый, надеюсь. Вот здесь и было. То есть он... Ключник ему жрачку носил. Охереть. Конечно же нет. Я тебе уже говорила, что мы не звери. Но ключник все равно их приносил. Как ему велели. Очередной монстр. Я же просила тебя перестать. Этих двоих тут и так слишком много. Кот и пес это твоя компания. А он будет тебя стеречь и заботиться о доме. Что бы ни случилось. Ёпта. Еще недавно я хотела знать, что там у тебя в голове. Думала, что смогу тебе помочь. А теперь меня уже не волнует. Что ты думаешь и что чувствуешь. Я... Ничего не чувствую. А у меня нет сил даже ненавидеть тебя. Выйди, Ольгерд. Я не хочу больше тебя видеть. Какая драма. Ольгерд фон Эверик не понимал, что мы никогда не сможем его заменить. Тень его призрака есть в каждом воспоминании, госпожа Ирис. Отправиться. Приближаемся к концу путешествия. А что в конце? Самый большой страх Ирис фон Эверик. Да, наконец-то, блядь. Самый большой, она... Сказали вначале, что на смерти боялась. Значит, смерть страх Ирис. Письмо от Ольгерда Ирис. Я хотел бы так же ловко владеть словом, как саблей. Особенно теперь, когда в моем сердце лишь пустота. Я вижу, как ты на меня смотришь и вижу, как ты угасаешь. Я не могу тебе помочь, но постараюсь не причинять тебе вред. Эти письмо и роза мое прощали. Оставайся в здравии и помни только то хорошее, что было. Ольгерд. Что, надо свечи зажечь обратно, чтобы его победить, что ли? Никто не говорил, что их будет четверо или сколько их там. Пятеро. Шестеро. Заебись. А, и все это Ольгерда. Которых ломает нихерово. Интересно, интересно. Понеслась. Ёптую мать. А, с ним по очереди надо драться, что ли? Он тоже владеет быстрой техникой. Блевать на меня будешь? Да ну нахуй. Куда столько дамага-то, блядь? Пизданут ее, что ли? Скучно. Да, от обороны играть смысла здесь нет никакого. Давить, только хардкор. Погоди-ка, погоди-ка. Подержи-ка. Сука, пока паузу отжимал, блядь, он успел меня поранить. Что он, сука, врубает крик этот свой, ебаный? Вообще ни в голове, ни к жопе здесь не нужен. Ты не любишь серебро, да? Серебро нет, только голдьё, наверное. Сука, я прям не знаю, как к нему подходить-то, блядь, с какой стороны. Отведай, сука, шашки кузацкой. Ну, блок он вроде как не может пробить, да? Сука, может, блядь. Погоди-ка, погоди-ка, мне там жить осталось. До первой плюхи. Что это может быть? Ведьмака хоронить будут. Ведьмака хоронить будут. Ну, с двумя сразу это вообще пиздец полный, блядь. Чё-то вот раз я их вообще в лёгкую отпинал всё. Просто отпрыгиваешь, а он машет вообще не в ту сторону уже. Ну, кроме вот этого, этот, походу, какой-то, блядь, особенно охуенный воин. Что это может быть? Вот, сука, всё вроде нормально, пока идёт замес, пока вот их двое сейчас не станет. Тогда пруха кончится резко. В общем-то, на них ещё и бомбы-то, блядь, не ди... Блядь, ну куда ты, блядь, охуенный? Уклонение от бога просто вообще. Мастер-класс по уклонениям от ударов от короля этого дела. Вот, всё. Он сейчас встанет двое. И пиздец. А у меня из хилок одна синька осталась. Ну. Давай, как Арамис, ёптай. И как Д'Артаньян, кто из них круче был? Ёпт твою мать, да... Сука, Дункан Маклауд, блядь, за триста лет так драться не учёлся, как этот... Ольгер, нахуй, быть такого не может. Кто из нас ведьмак-то, блядь? Кто из нас идеален? Идеальная машина для убийств. Всё, один удар-то максимум, да, что он мне позволяет? Хорошо, хоть мой щит ещё есть. Разнообразие фраз он, конечно, не балует, ибо полоумен. Сука, полощей. С классным человеком я связался. Да с Гондоном я связался, сука. Ну и вот, сука, опять. Бой с двумя сразу, да? Мало того, что одного, блядь, не пробить, нахуй, вообще пиздец. Вообще ничем, блядь. Только вот кувырки ему за спину, и только тогда вот, блядь, может что-то ему сделать. Ту, сука, меч ломается, блядь. А, огня боишься, сука. Может, на то, что он боится огня, указывало то, что пожар в его лаборатории начался, он там вроде заорал, что пожар, пожар. Я только не понял, почему в этот раз он один дерётся, если больше раз их два вышло сразу. Ну давай, одного-то, блядь, одного. Геральдиньо! Сука, где эта скрёбанная выносливость, когда она нужна, а? Хер там плавал. Скучный и мёртвый. Кто скучный и мёртвый, про кого он говорит? Всё-таки из рун, по-моему, не Квен самая полезная, а Игни, реально. Огнём хоть можно кого-нибудь уебать всегда, с кем бы ты ни дрался. А вот щит он, ну... Щит он в английском языке не зря дерьмо. О! Да, жареным запахло, сука, с десятой попытки его одолел. Но я не знаю, в этот раз что-то игра багнула, я сложность не менял, но почему-то он один дерётся. Дрался, я не знаю, в чём дело. Почему в прошлый раз на меня сразу двое агрились, реально, и просто кромсали. Ну чё? Я уже забыл, в чём суть-то. А, бабу разбудить эту. Вот она, бабёнка. Да и не он. Радуйся. Подожди, я хочу поговорить. Не в этом месте. Никаких признаков фиолетовой розы. Сейчас выяснится, что Ольгерт просто пиздобол. Прости, я приняла тебя за другого. За Ольгерда? Я думала, что он вернулся ко мне. Я работаю над тем, чтобы его сюда вернуть. Дух наваждения. Я печаль. Тоска и аная. Я видел тебя раньше, но тогда ты не была собой. А потом я наблюдал за тобой в твоих воспоминаниях. Мы встречались? Я не помню. Я видела дурные сны. Вот и всё, что я знаю. Я ищу фиолетовую розу, которую Ольгерт подарил тебе. В тот день, когда я видела его в последний раз. Я засушила её и держала в спальне возле кровати. Целыми днями я лежала и глядела на неё, до тех пор, пока она не истлела. А вскоре и я. То есть, розы больше нет? В воспоминаниях-то есть? Да, в мире есть. Посмотри. Ты похоронил моё тело. И цветок, ановь расправил лепестки. Я же... Я всё спала глубоким чёрным сном. И только сейчас пробудилась, как моя прекрасная роза. Когда ты положил на мою могилу картину, я вспомнила день, когда вышла замуж. А если бы что другое положил? Скажи мне, Ольгерт здоров? Как ему живётся? Да ворюга он, блядь. Твой муж ищет всё более сильных ощущений. И искушает судьбу, потому что в глубине души он несчастен. Сердце из камня. А значит, ничего не изменилось. Скажи, Ольгерт вспоминал обо мне? Что он говорил? Немного. А я не спрашивал. Он просто прислал меня за розой. Роза? Это всё, что у меня осталось. И его прощальный дар. Не отдастся, что ли? Да как не отдастся уже? И так 4 босса было, если паука посчитать, пятеро. Мне показалось, что эта роза для тебя важнее, чем просто память. Я так мало помню. Но когда я думаю о моей розе, я могу вспомнить то, что было. Мир вокруг меня становится настоящим, а я... Я замечаю и узнаю вещи вокруг. Вспоминаю, кто я и кем была. Мой друг рассказывал мне о чём-то подобном. Ты связана с розой сильными эмоциями. И цветок это то, что у ведьмаков зовётся шпилькой. Он приковал тебя к этому миру. Как пришпиленные насекомые. Это ужасно. Ты должна знать, что если я заберу розу, то ты, быть может, перестанешь существовать. Вместе с этим призрачным миром. И что тогда случится? Буду я свободна от страданий и печали? Или меня ждёт пустота? Не знаю. Я не хочу больше страдать. Но я боюсь, что потом только холод и тьма. А в конце нет уже ничего. То есть религиозную хуедрисечку мы сразу отбросим, да? Я не могу забрать твою розу. Так может, ей тут уже нас-то надоело немножко сидеть-то, ёптать. Можешь ли ты, не можешь ли. Ну давай попробую не забирать. Интересно, блядь, что Ольгер скажет. Я не могу забрать эту розу. Разве не за ней ты пришёл? А тебя кто спрашивает? Я не могу отправить Ирис в небытие. Она мыслит и чувствует, и опасна только для незваных гостей. Взгляни на неё и на её мир. Она обречена вечно проживать своё горькое прошлое. Возьми розу из милосердия. Ну раз так демоны говорят. Что я должен сделать? Чего ты от меня ждёшь? Я не знаю, чего я хочу. Я же женщина. Я так сильно боюсь. Ну пиздец. Вы пытаетесь убедить меня забрать розу. Зачем? Мы хотим помочь Ирис фон Эверик. И тебе. Ого. Я не верю в альтруизм демонов. Ведь вы демоны, правда? Вы были призваны служить Ирис до конца её дней, так? Но смерть не стала для неё концом. И вы оказались навечно заперты в мире её страданий. Сами вы не можете разорвать контракт и хотите, чтобы я сделал это за вас. Если я возьму розу, Ирис не станет, а вы будете свободны. Ты прав. Но значит ли это, что у нас дурные намерения? В этой затянувшейся трагедии мы только статисты. Мы не в силах помочь нашей хозяйке. А потому нас больше не трогает её судьба. Можно ли винить нас за то, что мы просто хотим уйти? У кошки голова немножко отслаивается от тела. Там пиксельная прослойка такая. Не мне решать. Слушайте, да нахуй ей, блядь, тусить в этой ссаной унылой картине. Чё тут делать, блядь, в натуре? В натуре? Ну серьёзно, нахер, блядь? Пиздец какой-то полный. Она тут сидит только, бляху, нюку вспоминает, как ей, бляхерово было. У неё ни одного позитивного... Не, ну были воспоминания позитивные. Да нахер надо, давай, забираю и пошли отсюда. Мне нужна твоя роза. Бесит. Можешь ли ты мне её отдать? Она такая хрупкая. Края лепестков порозовели, как в тот день, когда я получила её в подарок. Не хватает только капли росы, которая скатилась по листу, когда я взяла её в руку. А может, я поранила болица шип, и это была кровь? Не помню. Ты знаешь, я никогда не читала того письма. Мне было незачем. И незачем было хранить цветок, который он мне оставил. Я приняла решение. Я отдам тебе розу. Мне кажется, она так и так отдала бы розу. Живо окончено. Благодаря тебе мы свободны незнакомиться. Да. Прежде чем мы уйдём, прими совет. Не стой на пути у того, кого называют стеклянным человеком. А если всё же решишься, ищи спасение в зеркале, которое нельзя разбить. Зеркало, которое нельзя разбить. Прощай. Глаза, зеркало, души. Глаза... А, нет, глаз можно разбить. Ну и совет. Ирис фон Эверик. Я буду помнить тебя. Она похожа на главную героиню мультфильма Джипперс Крипперс. Здесь не хватает какой-нибудь грустной музычки. Кошка с собакой тоже, как в каком-то советском мультике, где они там чувачку помогали на принцессе жениться или что-то такое. Могли бы мне какой-нибудь меч сатаны подарить на прощание. Животные. Ну, вот, собственно, и всё. Этот особняк вечной погоды можно покинуть. Походкой победителя. Я бы сказал, даже лёгкой трусцой победителя. Статья о персонаже Ольгерт фон Эверик обновлена. Да нахрен нам в статье. Всё и так с ним понятно. Опёздал он настоящий. Из благих... Ну, благими намерениями выслана дорога в ад. Туда, видимо, в конце этого квеста Ольгерт фон Эверик и отправится. Где ему, сука, самое место. А-а-а... Нехрена. Продавать душу сатане при первой нужде. Пусть даже денежный и острый. Всё, короче, на этом, в общем-то, серия заканчивается. К нему я пойду уже сдавать квесты до конца допроходить остатки этого DLC уже в следующей серии. Если можно будет пройти за одну серию. Короче, пишите, жмите. КОНЕЦ КОНЕЦ